Мы требуем от Генерального прокурора, от СБУ неформально, а по-настоящему расследовать данное дело и дать оценку действиям судей Конституционного суда, которые раньше у нас считались лицами неприкосновенными. Мы понимаем, что на суде Конституционного суда было оказано давление Януковичам и его семьей, чтобы они приняли незаконное решение. Те из них, которые дадут чистосердечное, добровольное признание об этом, о том, что они голосовали за такое решение под давлением, я считаю, могут получать меньшую степень ответственности за свои действия. Также хочу сказать, что 16 апреля Конституционным судом будет рассматриваться крайне важное дело по обращению депутатов от оппозиционного блока о признании незаконным действия закона об очищении власти или по-другому закон о люстрации. Мы считаем нонсенсом, что данное решение, которое является очень важным для нашей страны, будет рассматривать суды, которые сами были увлечены в принятии незаконного решения Конституционного суда. Украинский народ должен показать всем, что у нас нет неприкосновенных. И не важно, ты народный депутат, судья Конституционного суда, прокурор или министр, ты будешь подлежать ответственности, если ты нарушил закон. Только так мы сможем построить в Украине цивилизованное правовое государство. Мы вимагаем рассматривать, мы вважаем, что в действиях керевника адміністрации президента Сергея Львочкина есть знаки державной зрады. Мы вважаем, что в действиях судей Конституционного суда, которые сфальшовали решение и текст Конституции, есть знаки принесения неправосудного решения. Как нам стало известно, Служба безопасности Украины распочата по этому внесена відомость, мы хотим узнать, какие первочерковые кроки уже сжито, кто ответственный за эту справу, чтобы эту справу не говорили и общество узнает о них.